Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я покажу, как перенести такой рисунок на ткань и как вышить полевые цветы декоративными стежками. Меня зовут Ольга Медведева. Добро пожаловать на мой канал Меолка! Вышивать я буду на натуральном льне. И сначала я покажу вам способ перевода рисунка на ткань, который у меня не сработал. Я взяла толстую иглу и начала делать отверстия по всем контурам моего рисунка. Процесс этот довольно длительный и мне повезло, что рисунок у меня небольшого размера. В итоге получился такой перфорированный контур. Я приложила его к ткани, закрепила и начала обводить при помощи фломастера в расчете на то, что через дырочки весь рисунок переведется на ткань. В итоге я обвела весь рисунок и ничего не получилось. Кое-где остались следы на ткани, но этого явно недостаточно. Поэтому я вновь перевела свой трафарет на кальку, закрепила его на ткани и начала прошивать прямо через кальку. В процессе вышивки я старалась делать не очень большие стежки и хорошенько затягивать нить для того, чтобы вышивка была плотной. Вышивать по кальке очень легко. Она легко пробивается иглой, поэтому сложности это никаких не составило. Ниточку тоже она не перетирает. Для удобства вышивки лучше, чтобы пяльцы были закреплены. Я использовала струбцину, можно также вышивать на станке. Это не имеет значения, но намного удобнее, когда обе руки свободны. Точно таким же стежком я прошиваю стебли следующего цветочка, только нитью зеленого цвета. И листики я намечаю одиночными такими длинными стежками, для того, чтобы дошить их уже после того, как я сниму кальку. Листики ромашки я для разнообразия решила вышить швом назад иголку, также небольшими и плотными стежками. Опять же, это нужно для того, чтобы, когда я буду снимать кальку, стежки не деформировались. Как и листья, лепестки ромашки я тоже намечаю одиночными стежками. Их я буду дошивать уже по ткани, после того, как сниму кальку. И сиреневую веточку я прошиваю, намечаю точно таким же образом. Теперь наступает торжественный момент, когда можно снять кальку и посмотреть, что у нас получилось. Сначала я отклеиваю края, которые были у меня зафиксированы, и начинаю потихонечку снизу вверх вдоль моих стебельков снимать кальку. Там, где мелкие детали, можно использовать пинцет с длинным носиком. При помощи такого пинцета можно легко подлезть между листиками, между лепесточками и достать мелкие кусочки бумаги, которые остаются под нитками. Также при помощи ножниц можно подрезать бумагу, только главное не задеть нити и не повредить вышивку. И потом при помощи пинцета точно так же достать кусочки бумаги из-под ниток и очистить вышивку от кальки. Как видите, получилось просто замечательно. Мы рисунок повторили точь-в-точь, как он был изображен на трафарете. Теперь осталось только закончить вышивку. У нас для этого есть опорные стежки, на которые мы будем ориентироваться. И вдоль этих стежков вышиваем лепестки. Вышиваю я на глаз. Какого-то строгого правила я не придерживаюсь. Стежки укладываю произвольно, ориентируясь на то, чтобы просто мне нравился внешний вид лепестков. Точно так же дорабатываю сиреневую веточку. Это произвольное растение, вымышленное, поэтому я не придерживаюсь какого-то строгого рисунка. Просто укладываю стежки так, как мне нравится. И теперь, когда я дошла до листиков, я вышиваю их точно таким же образом. Для ориентира у меня есть опорные стежки, которые я сделала ранее. И вдоль них я укладываю новые стежки, для того, чтобы получилась форма листьев. Нижний листик на веточке и листик на укропчике я вышиваю тоже длинными продольными стежками. И теперь переходим к вышивке серединок ромашек. И здесь я использую французские узелки. Узелки я укладываю рядом друг с другом, для того, чтобы серединка выглядела плотной и объемной. Сильно много оборотов делать не нужно. Достаточно сделать узелок на 2 или 3 оборота. Заполняю узелками все серединки ромашек. И после этого перехожу на вышивку тоже французских узелков, только на укропчике. Возле каждой веточки я делаю по несколько французских узелков на 2 оборота. Укладываю их также произвольно, ориентируясь на внешний вид вышивки. И после того, как все узелки вышиты, наша работа готова. Вот такой получился результат. Я надеюсь, что это видео было для вас, как всегда, интересным и полезным. Поэтому до новых встреч на канале Меолка. С вами была я, Ольга Медведева. Субтитры создавал DimaTorzok